В новом распределительном центре двигаться можно только строго по правилам, с учетом разметки и дорожных знаков. На площади 75 тысяч квадратных метров разместился город товаров. В Волгоградской области это первый такой масштабный транспортно-логистический комплекс. Сегодня здесь работает более двух тысяч человек. Мы отгружаем ежедневно порядка 35 машин на снабжение регионов Волгоград и Саратов. У нас по Волгограду сейчас 62 магазина и 60 магазинов по Саратову. Соответственно, если говорить про объемы всего РЦ, у нас здесь товаров примерно на полмиллиарда рублей сейчас. Отгрузка и приемка у нас круглосуточная осуществляется. Собираем порядка 35 тысяч коробок в сутки. Это объемы только одной сетевой компании. Вся территория распределительного центра зонирована на несколько участков. Мультитемпературные отгрузки, экспедиционные приемки, сухой склад и другие. В ближайшее время будет введено в эксплуатацию еще 25 тысяч квадратных метров складских площадей. А сейчас можно говорить, что Волгоградская область структурно интегрировалась в транспортный коридор Север-Юг. Чем больше и глубже, сильнее и быстрее будет развиваться транспортно-логистический коридор Север-Юг, тем больше у нас будет возможностей для реализации нашего конкурентного преимущества, связанного с логистикой. Мы сегодня стоим по-настоящему у истоков создания на территории Волгоградской области отдельных элементов новой экономики Волгоградской области. Это на самом деле так. И если говорить в целом, то мы шаг за шагом переходим просто от опыта в распределительные истории. Это когда поступает, распределяет. Мы переходим уже к более сложным форумам, где мы имеем возможность уже формировать товары или группы товаров непосредственно под заказчика с помощью интеллектуальных схем. Реализация проектов по созданию современных логистических комплексов позволяет Волгоградской области создавать дополнительные возможности для обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения, способствовать развитию малого и среднего бизнеса, увеличить скорость товародвижения, сократить логистические издержки, обеспечить рост грузопотоков. Развитие подобных распределительных центров способствует созданию новых местных товарных производств. Если сегодня доля местных товаров на полках РЦ составляет только 25%, то в дальнейшем ее можно увеличить до 50%. Сегодня 25% используются товаров, производимых на территории Волгоградской области. Это хорошо. И задача, которую мы ставим перед теми, кто управляет такими комплексами, да, конечно, увеличивать, идти дальше, дальше, дальше. Ну и, по крайней мере, задача такая амбициозная – довести ее до 50%. Но это и вызов нашим предприятиям, организациям, которые работают на территории Волгоградской области. Это вызов. То есть они должны представить достойный товар, качественный товар, который будет востребован нашими потребителями. Данный комплекс – первый в регионе крупный инвестпроект в сфере логистики. Далее их строительство продолжится. В планах – возведение площадок на 220 тысяч квадратных метров с открытием 15 тысяч рабочих мест. Это направление перспективно не только для местного бизнеса, но и для развития новых профессий, компетенций и технологий. А пока специалисты нового транспортно-логистического центра могут утверждать, что условия труда здесь самые комфортные. Условия труда великолепные. Для сотрудника главное у нас что? Главное, чтобы у него пиво привезли, покормили, одели, да, и предоставили хорошую технику для комплектации. С поддержкой федерального центра, ресурсами нацпроекта, безопасные качественные дороги и целевых программ. Субъект последовательно решает копившиеся десятилетиями проблемы в дорожно-транспортной сфере. Активными темпами возводится обход Волгограда, третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, развязки на Третьей Продольной и другие. Все это открывает амбициозные перспективы для наращивания торгово-экономического потенциала субъекта. Екатерина Алтухова, Татьяна Крючкова, Сергей Григоренко, Алексей Алтухов. Волгоградская правда.